Всем привет-привет! И сегодня я вас беру с собой на такую прогулку. Будем с вами рассматривать дома, а вернее жилые районы. Я говорила уже раньше, что мы с мужем просматриваем недвижимость, цены на недвижимость. И мы выбрали пару вариантов и решили провести разведку боем, посмотреть на что реально мы можем рассчитывать. На какое соседство, что нам по карману, как это выглядит в реале. Не гетто ли какое-то, знаете, окажется, потому что дом на картинке может выглядеть хорошо, но соседей не видно. Поэтому мы решили поехать, чтобы оценить обстановку уже на месте. Вот это, вот в этом районе один из домов, что мы присмотрели. Нам здесь понравилось. Дома достаточно новые, соседства достаточно приятные. Есть минусы. То, что нам не очень понравилось, это то, что район новый, достаточно новый. И зелень, соответственно, деревья, видите, деревья молодые. То есть не так зелена, не слишком зелена. В основном вот открытое пространство. Вы сами можете это все прекрасно оценить. Молоденькие деревья, видите, какие тоненькие стволы. И есть еще такой, ну, для нас минус. Это то, что нет рядом в пешей доступности магазинов, там, я не знаю, ресторанчиков, кафешек. Нет, чтобы школу тоже, все это, там, тут за хлебом, как бы пешком не прогуляешься, не сбегаешь. И чтобы куда-то и ребенка в школу возить, и даже за любой мелочью, это нужно только на машине, нужно ехать. Но место такое, достаточно приличное. Сами видите дома, да? И тот дом, что выставлен на продажу, нам тоже очень понравился. И вот здесь я попросила мужа остановить на одной из улиц, чтобы пройтись, чтобы понять, почувствовать, прогуляться, ну, почувствовать кожи, да, эту местность. Пойдемте вместе со мной. Я озвучиваю уже дома, поскольку во время всего этого времени мы обсуждали с мужем детали, но это наша семейная, да, наша личная. Поэтому я звук оригинальный убрала и разговариваю с вами вот уже из дома постфактум. Вот я иду, заглядываю, чтобы внимательно, детально рассмотреть соседей. Дома-то красивые, район, конечно, красивый, чтобы посмотреть, как это выглядит. Что я поняла для себя, что я любительница гулять, прогулок. Ну, здесь, конечно, гулять можно, ну, свободно, как комфортно для себя, можно, наверное, только с собачкой, с собакой выйти прогуляться, чтобы оправданно гулять, поскольку, сами видите, здесь гуляющих нет, случайных людей здесь, случайных машин здесь тоже нет, только проживающие. То есть это нет таких, знаете, сквозных дорог, что вот это вот такое уединенное место, такая уединенная эрия, там, где посторонних практически нет. Ну, вот мы посторонние въехали, да, и, ну, просто, чтобы посмотреть. А так только, только жильцы, только проживающие. Дома, вот здесь, видите, здесь вот попроще домики есть. Ну, мы смотрели, конкретно тот дом, что мы смотрели, был выставлен на продажу, он был в начале ролика, дом очень красивый, большой, красивый дом. Нам даже, я так, так мне понравилась вся эта чистота, аккуратность и соседи, да, какого плана соседи. И даже, возможно, я могла бы как-то согласиться, да, проживать вот не в сердце города, а где-то на окраине, где-то сбоку или в каком-то вот... Это не окраина, это просто уединенный такой, знаете, уединенный такой район жилой. Ну, наверное, можно было бы очень спокойно. Смотрите, мы здесь вот гуляли, мы приехали, мы не видели ни одного прохожего. Единственный человек, который вышел на улицу, это почталь, и он привез почту. И даже, наверное, может быть, я и смогла бы с этим смириться, если бы мы... Второй дом не оказался вот в более удачной локации. Я вам покажу вторую локацию тоже, в которую мы, собственно, на которой мы и сошлись. Сразу хочу вам сказать, мы дом покупать сейчас, в ближайшее время не собираемся, чтобы не было, знаете, как отсутствие информации порождает слухи. Чтобы не было слухов, я вам скажу, в ближайшее время мы не собираемся, не планируем, ну, мы собираемся, но мы не планируем покупать дом в ближайшее или любую недвижимость в ближайшее время. По нескольким причинам. Я вам назову обе, наверное. Первое, то, что мы связаны контрактом здесь, на аренду этой квартиры. Первая причина. И он у нас закончится еще не в этом году, в середине следующего. А вторая причина – это вот нестабильная ситуация. Нестабильная ситуация. И муж мой не готов, и я тоже, честно говоря, не считаю это разумным. Поэтому у нас сейчас расходы… Вот это, кстати, начинается уже второй район. У нас сейчас расходы превышают доходы. И сколько это будет… Это началось с марта. И сколько это продлится, еще неизвестно. То есть, возможно, нам эти деньги нужны будут просто… Они нам нужны сейчас в руках. Мы не знаем, что нас ждет. Поэтому вот вкладываться как-то вот сейчас для нас, для нашей семьи, не самый лучший момент. Вот это второй район жилой. Дом я, наверное, вам смогу здесь показать более точно. Я вам не показала первый дом, точно пальцем не показала, потому что, насколько я поняла, за него уже внесли залог. Здесь дома, видите, они одноэтажные уже. Дома попроще. Район более старый, но и более зеленый. Мы там тоже выйдем из машины, пройдемся, прогуляемся с вами. Тоже мы также решили прогуляться, чтобы вот оценить обстановку. Дома тоже достаточно приличные, симпатичные. Не маленькие. Слишком много посторонних, видите, тоже не наблюдается посторонних людей. Вот этот дом. Видите, вот он. Вот у него стоит вывеска, что он продается. Вот это второй дом, на который мы зарились. Дом интересный. Нам понравилось. И видите, тоже приличные соседи, приличное соседство. Конечно, не так фешенебельно, как в первом. Но я хочу вам сказать, что вот здесь, в этом месте, дома дороже, чем в первом районе, где мы были. Этот дом дороже. Ну, так нормально, ну, не в два раза, но так на приличную сумму дороже. И прелесть этого района в том, что мы вот выйдем сейчас прогуляться, и мы пойдем прямо к школе. Здесь вот у меня мышца заворачивается. Здесь же школа в шаговой доступности, то есть в школу можно ходить, ребенок смог бы в идеале ходить в школу пешком. Но я не думаю, что этот дом у нас дождется. Скорее всего, его купят. Может быть, нет, не знаю, посмотрим. И здесь тоже в пешей доступности находятся и фастфуды, и торговые центры. И все это недалеко, все рядом. Вот мы идем уже гуляем. Видите, я тоже оцениваю соседство. Оглядываю, что вокруг, как вокруг. Очень хороший район с красивыми домами. Застройка не слишком плотная, но и не слишком свободная. То есть все, как я люблю. На всех домах, и не знаю, увидите вы где-то или нет. В кадре где-то будет. Наверное, уже нет. Стоят установлены камеры. Это у нас в России, это называется не ведомственная охрана. То есть камеры все установлены. Все хорошо, вся улица просматривается. Посторонних тоже нет. Только жители. То есть дороги такие непроездные. Они... Нет транзита, нет такого транзита, да, автомобильного. Поэтому заезжают только жильцы, либо гости. Ну вот этот райончик нам понравился больше. Он и более зеленый. Понятно, что он более старый. И дом более старый, да, чем в предыдущем. Но и то, что дороже, это оправдывается вот этой близостью всей инфраструктуры, всех удовольствий. Все как мы любим. Вот, видите, впереди вот эта школа. Но мы не стали разбираться, эта школа... Начальная школа, средняя или... Ну, это явно не high school. Это либо начальная, либо средняя школа. Мы не разбирались, поскольку нам это пока не грозит. Вот она школа, видите, я приблизила. Ну, собственно, нам зашли эти районы. В принципе, мы поняли, что спешить покупать квартиру не стоит. Мы можем подождать, пока ситуация более-менее стабилизируется. Вот мы выезжаем, вот этот райончик замечательный. Мы можем подождать. Это стоит того. Нам понравилось всем, и мне, и мужу, и Ване. И вот мне я очень рада, вот еще повторюсь, что мы с мужем сошлись во мнении, что все-таки мы городские жители. Нам важно, чтобы было вот все рядом, недалеко, чтобы люди, чтобы можно было не чувствовать себя, да, вот где-то... на отшибе, не было такого ощущения. Я не знаю, может быть, со временем наши приоритеты изменятся, но пока у нас ребенок, пока нам это все важно. И никто из нас не жил где-то там, знаете, вот, кантри-стайл или, ну, где-то вот на окраине. Для меня это важно. Слава Богу, муж со мной тоже согласен. Ну, вот это мы едем по городку. Уже выехали из района. Так что вот я вам показала, девочки, на что мы целимся. А я вас всех люблю. Всем желаю, удачи и счастья. А мы поехали домой. Я вас всех целую. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.